Здравствуйте! В эфире «Местное время» в студии Данил Недзельский. И главное сегодня. Новые технологии. Ангарские трамваи будут модернизированы по последнему слову техники. Профилактическая работа. В Ангарске прошло собрание с родителями трудных подростков. И 10 из 10. Ангарские спортсмены стали победителями первенства Сибирского федерального округа по ушу Саншоу. Специалисты отдела лесного надзора во время очередного объезда территории вывели несанкционированный свал мусора. На этот раз нарушителями оказались военнослужащие одной из ангарских частей. Две тележки бытовых отходов были свалены на территории городских лесов. Военнослужащие войсковой части 25512 с автомобиля «Урал» госномер 6279КХ произвели сброс мусора. О чем специалистами был составлен, зарегистрирован факт в фотоматериалах, составлен протокол. Применить штрафные санкции к нарушителям отдел лесного надзора не имеет права. К командованию военной части для проведения внутреннего расследования будет направлено письмо с фактами нарушений и протоколом. В гости к областному дому ребенка накануне пришли представители некоммерческого партнерства, участника боевых сражений на Северном Кавказе «Память» и сотрудники отдела вневедомственной охраны. Встреча приурочена наступающим в Дневзащитнике Отечества. Между воспитанниками и гостями завязалась интересная беседа. С этого года у нас ведется работа по гражданскому патриотическому воспитанию. И поэтому мы собрали ребятишек, чтобы Иван Иванович со своими коллегами рассказал о службе, получается, в горячих точках и о работе милиции, чтобы ребята знали. Гости принесли школьникам небольшие сладкие призы и пообещали устроить следующую встречу в кинологическом отделении ОВО. Ангарские трамваи будут модернизированы по последнему слову техники. Накануне директор предприятия встретился с представителем Челябинской компании, который представил свои предложения и наработки по капитально-восстановительному ремонту трамвайных вагонов. Подробности в нашем следующем сюжете. Ангарским трамваям необходима модернизация. На сегодняшний день подвижной состав предприятия изношен на 80%. Больше половины всех работающих вагонов имеют пробег по миллиону километров и более. Специалисты ДПО в цехах самостоятельно восстанавливают отдельные детали до их первоначального состояния. Но, как считают инженеры, этого уже недостаточно. Необходимы более серьезные меры. Решение предложили представители Челябинской компании. В их трамвайном парке еще совсем недавно были похожие проблемы. Мы в старых трамваях убираем контакторную систему и ставим электронику. То есть у нас трамвай сейчас получается полностью напичканный электроникой. Плюс мы ему делаем капитальный ремонт. Приобретение нового трамвайного вагона обходится примерно в 16,5 миллионов рублей. Последний раз в Ангарск такой трамвай поступал в 2010 году. На капитально-восстановительный ремонт, который предлагают челябинцы, нужно около 3,5 миллионов. Экономия очевидна. Именно поэтому директора ангарского предприятия и заинтересовала предложение челябинских коллег. На совещании в администрации руководители подробно обсудили условия капитального ремонта и модернизации вагонов. Процесс этот трудоемкий, но при наличии навыков и необходимого оборудования займет не так уж много времени. За полтора месяца в Челябинске таким способом обновили 10 вагонов. Еще месяц потратили на обкатку и регулировку электроники. Это, конечно, приведет в первую очередь к экономии бюджета города, к обновлению нашего подвижного состава, потому что действительно подвижной состав в ангарском трамвае довольно-таки старый, и его нужно обновлять. Это приведет к мероприятиям по энергосбережению. Кроме увеличения сроков службы старых трамваев, у модернизации есть еще одно немаловажное достоинство. Затраты предприятия на электроэнергию, сейчас они составляют около 15 миллионов рублей в год, сократятся как минимум на 40%. После утверждения программы по обновлению и модернизации ангарского трамвая, а директор предприятия намерен добиться этого уже в 2013 году, капитально-восстановительные работы вагонов начнутся незамедлительно. Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин, Местное время. Причину подростковой преступности нужно искать в семье. Первое в этом году собрание с родителями детей, приступивших порог закона, состоялось накануне вечером в судебном составе по делам несовершеннолетних ангарского городского суда. Такие встречи проходят регулярно, но в этом году участие в беседе приняли специалисты Иркутского центра медиативных технологий. Подробности далее. Некоторые ребята уже закончили школу, но их родители продолжают участвовать в собраниях. Такие встречи необходимы для того, чтобы мамы и папы детей, совершивших преступления, не отстранялись от беды. В этот вечер в зал суда пришли законные представители только тех несовершеннолетних, которые получили условные сроки. На сегодняшний день в уголовной исполнительной состоит 26 несовершеннолетних. Это те, которые осуждены без лишения свободы. Ну и то, что мы наблюдаем, то есть подростковая преступность характеризуется больше в последнее время агрессивностью, жестокостью. Именно родители не должны уходить от проблемы ребенка и сделать все возможное, чтобы он не оказался опять на скамье подсудимых. С целью донести до матерей и отцов необходимость участия в судьбе своих детей, в наш город прибыли специалисты Иркутского центра. В последнее время мы вышли на уровень города Иркутска, даже Иркутской области. Мы связались с центром медиации. И у нас медиатор, то есть посредник разрешения конфликта между детьми и родителями, нам стал оказывать услуги, помощь тоже. Вот она сегодня будет присутствовать. То есть указывать на проблемы в семье между детьми и родителями. Главная цель, которая стоит сегодня перед специалистами всех структур, работающих в направлении профилактики подростковой преступности, предотвратить повторное совершение преступлений. По информации уголовно-исполнительной инспекции из ранее состоявших у них на учете, таких ребят двое. Оба сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Один подросток уже дождался решения суда. Условный срок был заменен ему на реальное лишение свободы. От родителей, чьи дети оступились лишь единожды, зависит то, какой обед выберет их ребенок – домашний борщ или тюремную баланду. Ольга Рерибера, Владимир Селиванов, Местное время. Торжественное открытие информационной доски состоялось накануне днем возле школы искусств номер 3, что напротив кинотеатра «Родина». Теперь информация об учреждениях культуры и дополнительного образования Ангарского района, а также анонсы городских мероприятий будут размещены на специальных стендах. Культурная реклама вместо политических лозунгов. Большинство горожан уже не припомнит, как использовалась эта каменная конструкция в доперестроечное время. Многие годы она и вовсе находилась в полуразрушенном состоянии. Идея восстановить объект и разместить на нем информацию о всех учреждениях культуры и творчества города появилась у начальника отдела по культуре администрации Ангарского района Елены Кириченко. Подготовка, работа над проектом и изготовление баннеров заняли около года и стоили более 100 тысяч рублей. Я считаю это замечательно, идея прекрасная. Тем более, что вопросы, как это современно выразились, дальше будут продвигаться в техническом отношении, все прекрасно. Спасибо нашему отделу по культуре Елене Васильевне Кириченко за эту идею и ее воплощение. И девочке Жене, которая здесь была и все это сделала. На информационной доске места хватило каждому учреждению культуры, как города, так и района. В Ангарске четыре школы искусств, две художественные школы, творцы культуры, в которых действуют десятки клубов, кружков, коллективов и творческих мастерских. Мне бы очень хотелось, чтобы жители ангарского муниципального образования ее берегли, особенно к молодежи обращаюсь. Она будет обновляться, пополняться, какие-то новые мероприятия будем, наверное, через нее информировать наших жителей. Вполне возможно, что в дальнейшем для информирования ангарчан будет использована и обратная сторона каменной конструкции. По крайней мере, культурная жизнь ангарского района всегда насыщена событиями, для анонсов которых уже есть свободные рекламные площади. Наталья Зарубина, Ольга Дерибера, Владимир Селиванов. Местное время. Музей минералов. Прошла серия мастер-классов для ангарских школьников. Преподаватели художественной школы номер один познакомили детей со свободными техниками живописи и дали возможность попробовать себя в роли настоящих художников. Мастер-классы по живописи организовали преподаватели Ангарской художественной школы номер один Евгения Прокопенко и Эмы Якушенко для своих воспитанников. Детям предложили познакомиться со свободными техниками нанесения красок. Мастер-класс по акварели и монотипии. То есть вот те свободные техники, которые детям очень интересно, во-первых, освоить, это раскрепощает ребенка и очень способствует дальнейшему развитию. Именно чисто вот в техниках акварели и живописи. По мнению преподавателей, свобода в творчестве является для юных художников определяющим фактором. В процессе работы дети наносят краски, не задумываясь о конечном результате. В итоге получаются удивительные картины с необычным сочетанием цветов. Я сейчас собираюсь обрисовать как следует море и сделать побольше солнца, а также наверняка сделаю черного дельфина, который выныривает из моря. Подобные проекты дают возможность начинающим художникам почувствовать искусство. Или, как говорят преподаватели, не только смотреть, но и видеть. Наталья Никифорова, Михаил Дырышкин. Местное время. 10 из 10. Все воспитанники школы боевых искусств при Дворце творчества детей и молодежи, которые вошли в состав сборной Иркутской области по ушу Саньшоу, вернулись домой абсолютными победителями. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа проходили в Красноярске с 16 по 18 февраля. Подробности в нашем следующем сюжете. Роман Уренко, воспитанник школы боевых искусств при Дворце творчества, ушу Саньшоу занимается с раннего возраста. Серебряный призер чемпионата России в этом виде восточных единоборств в сентябре прошлого года, неоднократный победитель и призер областных соревнований и первенств Сибирского федерального округа, стал победителем весовой категории до 60 килограмм. И в апреле у него уже следующее испытание. Тренировки проходят каждый день, потому что победы так просто, по моему мнению, не достаются. И к этому нужно стремиться и трудиться. Но в дальнейших планах это первенство России, которое будет проходить в городе Москва весной. Будем готовиться, стараться. Андрей Янущак, Марк Котович, Анатолий Лепнюк, Роман Чернышов, Роман Уренко, Ольга Земская, Никита Баладурин, Александр Битуев, Георгий Хутанов. Вот именно тех ангарских ребят, которые вошли в состав сборной Сибирского федерального округа и представят его на первенстве страны среди юниоров и чемпионате России по ушу Саньшоу среди ребят 16-18 лет. Этот год, в принципе, я думаю, спортивный начался довольно-таки неплохо. То есть мы постарались, потрудились, подготовились к этим соревнованиям. Ну вот ребята месяц после Нового года, буквально с 15 января начали заниматься усиленно. Вот каждый день по две тренировочных занятия. Призовые места на России – это шанс показать свои силы в Олимпиаде боевых искусств и чемпионате мира, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге. А там уже, если не победы, то, по крайней мере, участие, которое закалит и без того сильный характер и спортивный дух наших ребят. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, Местное время. В Доме спорта «Сибиряк» накануне стартовало первенство области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек среднего и младшего возраста, посвященное памяти основателя этого вида спорта в Ангарске Алимжана Юсупова. Подробности далее. Около 40 спортсменов из нескольких городов при Ангаре приехали в Ангарск, чтобы на помосте Дома спорта «Сибиряк» разыграть награды областного первенства. Примечательно, что пару десятков лет назад восьмилетние тяжелоатлеты казались скорее бы героями нереальной фантастики. Но все в мире спорта меняется. И эта поросль сегодня выходит на помост, чтобы завтра сокрушать новые рекорды. «Эти соревнования впервые проводятся по данному возрасту. Это просмотр тех резервов, которые у нас на сегодняшний день в Иркутской области по детям. Как бы тот запас золотой, который будет впоследствии представлять и Иркутскую область, а может и Россию. Дети представлены самого разного возраста, начиная от 8 лет и вот 98-й год рождения». Приятно подвижническая деятельность заслуженного тренера России Андрея Старикова усилиями и стараниями которого увековечена память Алимжана Юсупова. И пускай результаты победителей сегодня далеки от рекордных, но то, что девчонки и мальчишки выбрали этот спорт мужественных и сильных людей, уже приятная перспектива на будущее. Значит, тяжелая атлетика в области еще не умерла. А вот то, что у чиновников от спорта городской и районных администраций не нашлось возможности выделить низерную сумму на призы и медали, чести Ангарску не делает. Роман Караваев, специально для информационной программы «Местное время». Наш выпуск продолжит рубрика «Мужской разговор», посвященная Дню Защитника Отечества. В заключительном сюжете ангарские спасатели расскажут об особенностях своей службы. Спасателям все по плечу, но самое трудное – это, наверное, видеть людское горе, сталкиваться с ним практически ежедневно. Ну, а так мы ко всему готовы, но тому и спасатели нас готовят. Принятие верного решения в какой-то трудной ситуации, собраться и сделать так, никак иначе. Самое сложное, наверное, это психологически настроиться на работу. Особенно, скажем, работа на ДТП, вытаскивание, там всевозможные, скажем, с колодцев заставать, или с реки, или, скажем, большие мероприятия, такие у нас, скажем, поиски в лесу заблудившихся там или замерзших. Самое трудное, когда видишь, что люди по своей глупости погибают, и разбирать все это, конечно, это очень трудно смотреть погибших на все. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно на телефоне, даже тогда, когда ты не на суточном дежурстве, мы всегда в боевой готовности. Друзья, они и на работе, и в обыденной жизни всегда помогают тебе. И в трудных ситуациях, и по жизни всегда с тобой. Семья, конечно, это должно быть главное в жизни, семья. Ну и работа. Работа. Причем я работаю здесь, основная работа. Я еще и с детьми стараюсь, и общественная деятельность достаточно большая. Ну, друзья, и, соответственно, и там, и там, и везде присутствуют. Ну, самое главное, конечно, семья. Потому что без поддержки ее здесь работать нельзя. Если дома не будут поддерживать, то так и на работу вышелись. А так, когда знаешь, что у тебя крепкий тыл, то спокойно идешь, работаешь. Потому что бывает, что уезжаем надолго. В первую очередь желаю, я, конечно, всем здоровья. Морального и физического здоровья. Это в первую очередь настроено положительного. Я считаю, мужчина всегда должен быть мужчиной. Позитива, в принципе, чтобы все было на позитиве, чтобы не было у них никаких вот таких неудач, неприятностей. И особенно в праздник, да, чтобы не попадали они безнадобности в экстремальные ситуации. Ну, быть всегда сильными, смелыми. Приходить всегда на помощь людям. Чтобы, ну, не бегали, как у нас бывает. Слышат, там, просят о помощи, но в другую сторону бегают. То есть не надо бояться никогда. И в завершении выпуска телекомпания «Актис» поздравляет всех мужчин города Ангарска с Днем Защитника Отечества. Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близким. Поздравлению присоединяется и наш сетевой партнер, канал РЕН-ТВ. Дорогие друзья, настоящие, я в этом не сомневаюсь, мужчины. Для меня большая честь поздравить вас с самым мужским праздником нашего календаря – Днем Защитника Отечества. Уверен, каждый из нас 23 февраля вспоминает, «Я же мужчина, в конце концов», расправляет плечи, оглядывается вокруг. Кому здесь нужны помощь и защита? Но если серьезно, нам, мужикам, бывает порой трудно в суете повседневной жизни, но я что хочу сказать. Прожить каждый ее день достойно в заботах о любимых и близких – это тоже служба, и даже если хотите служение. С праздником, дорогие мои! Здоровья, счастья, успехов! В День Защитника Отечества, мне кажется, всем мужчинам не лишним будет напомнить, что самое главное – это, естественно, защита своих любимых, близких и родных. Именно нам они доверяют, и именно в них наша с вами сила. Желаю вам удачи, достижения цели, верных друзей и счастья в личной жизни. С праздником вас! И это были все новости на сегодня. Всего вам хорошего, до встречи!